Дорогие друзья, всем привет! Я сейчас нахожусь в магазине Mason Door. У меня сегодня была закупка по видеосвязи. Вот такая вот классная у нас была закупка по видеосвязи сегодня с моей клиенткой. Покажу вам Mason Door. Мне сегодня дали добро. Обычно не дают, но сегодня дали. Хотя я сюда приходила много-много раз. Но я заслужила сделать съемку. Даже приводила клиентов сюда. И по видеосвязи закупались. И онлайн, и оффлайн. Так что я заслужила. Раньше они не позволяли снимать. Сейчас позволяют. В общем, мы купили вот такой комплект с перышком. Стоит этот комплект 75 долларов оптовая цена. Это оригинал Турция. Mason Door. Так, еще какие есть такие известные комплекты, которые спрашивают у меня, вот почем такое? Почем с лавандой? А сколько стоит такой? А, нет, нет. Нет, такой. Ну да ладно. Вот этот комплект сколько стоит? Какой сейчас подарю? Вот этот. 68. 68 долларов. А еще популярный комплект был, знаешь, такой с лавандой. Там ничего нет, просто однотонный такой. Это здесь. Это здесь. Это я, как я говорю, за словами. Слово повторяю. Это здесь. А, вот, да. А сколько стоит такой? 95. 95. Вот видите, такой 95. Так, смотрите, у них классные комплекты. Вот такие вот есть. Простынь на наволочи. Простынь на резинке. Тут простынь и две наволочки. Цена? Короче, все-таки не разрешают цену называть. Говорят, магазин можешь показать, а вот цену нельзя назвать, потому что... Если что-то хочет, пускай вы лично вам пишите, вы именно в тему напишите. Ладно. В яичку. Говорят, оптовики могут возмущаться. И давайте я вам кое-что расскажу. Мы сейчас с моей клиенткой покупаем по видеосвязи здесь. И она спрашивает в спальный комплект, только чтобы была простынь, две наволочки и вместо пододеяльника покрывало. Легкое покрывало, да, называется? Мейсандор. В общем, сейчас в России популярный этот комплект. Мейсандор. Но на самом деле, оказывается, здесь настоящий Мейсандор такой комплект не производит. Правильно же, да? Нет. Он говорит, что... Вот хозяин магазина говорит, что это уже копии... Это копии из Китая. Они делают комплекты с легким одеялом, простынь, две наволочки и легкий плетик. В Мейсандор такое не производят. Таких комплектов нет. Я называю это летние комплекты, я так называю. Короче, летние комплекты, оригинал Мейсандор фирмы, они не производят. Это все копии из Китая. И оказывается, очень много копий из Китая. Прям такую же делают бирку, да, как у вас? Все полностью копируют под Мейсандор. Также и под тач полностью копии идут из Китая. Поэтому у меня работы мало стало. Так. Потому что и какой лям у вас подписчиков. Какой там лям? У меня сейчас парнишка спрашивает, сколько лям у меня подписчиков. У меня 15 тысяч где-то. Или такой дамы это мало. Мало? Спасибо большое. Ну, что-то не подписываются на меня, люди. Ну, да ладно. На следующий год ляма мы увидим, да? М? На следующий год ляма? Ляма миллион. Нет. Надеюсь, что будет. Ну, хотя, не знаю, может, и не нужно это все. Если откроешься в инстаграм, буду твоим подписчикам. Хорошо, обещаю. Не, не, инстаграм, ютуб. Ютуб? Да. Мы никого, 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 никого. Ничего не будем. Мы старые уже, да? Нет, он. Почему он сам в пик у него? Нет. Ты молодой, у тебя есть. Вот, ладно, ну, она делает пиздец. Ты что делаешь? Ты работаешь? Без работы дома не сажаешься. Да, работаешь. Да, молодец. Респект и уважуха. Короче. Так что, друзья, очень много копий делают из Китая, под Мэйсандор и под Тач. Очень обидно. Обидно, досадно, ну, ладно. И поэтому люди берут там, где дешевле. Мне кажется, если человек хочет высшее качество, все-таки найдет, где взять оригинал. Напомню, или же у коммерсатов, которым доверяют, в которых уверены. И знают, что они 100% заказывают из Турции. В общем, я сейчас вышла из магазина. Нужно забрать доллары. Сейчас выводить деньги через золотую корону, так, чтобы можно было, например, рассчитываться в этом районе долларами. Невыгодно вообще. Корона очень высокий курс. Я нашла людей, которые дают. Например, сейчас мы сделали с ней закупку. Она набрала себе все то, что ей нужно. Сумма вышла на 715 долларов с учетом 10% комиссии. И я сейчас позвонила человеку, узнала, сколько будет стоить в рублях 715 долларов, потому что мне нужно купить в доллары. И вот он мне сказал 64 350 рублей. В общем, назвал он мне сумму, сколько мы должны купить в рублях, чтобы он нам дал 715 долларов. Короче, все легко и быстро. Благо, что есть вот такие люди, и за счет них можно легко получить доллары. Потому что, во-первых, корона – это лимит постоянно, вечная проблема. И плюс еще курс очень высокий. А они поменьше курс, нам по не такому высокому курсу дают, как золотой корону. То есть выгоднее курс предлагают. Такие дороги вверх, вниз бегаешь вверх, вниз в оптовых районах. Блин. По этим узким улочкам. Так машина здесь ездит. Я сейчас иду на карго забрать деньги. Точнее, она сначала должна отправить им деньги на их сбербанк-карту. И после чего они мне отдадут 715 долларов. Потом я вернусь обратно, рассчитаюсь. И все. И дело сделано. Так, я пришла, рассчиталась. Все, они уже отправят на карго. Покажу вам. Небольшой обзор сделаю. Будет обзор без цен. Что у них есть. Быстренько посмотрим. Короче, вот эти вот простыни на резинках. Очень ходовые. Потом вот такие комплекты. Полотенца. Майсендор. Банные лицевой руки. Так, здесь тоже. Кухонные. Большой выбор. Мужские полотенца у них есть. На подарок кому, если что. В пакетах есть и в коробках есть. Это все полотенца. Также вот такие вот полотенчики. Это лицевой. Лицевой 104 доллара. Пока меня никто не слышит. Так. Угу. И идем дальше. Здесь вот эти вот комплекты на скидках по 48 долларов. Так, дальше. И здесь хлопок. 45 долларов. Это хлопок. Здесь уже подороже варианты. Так. Что у них еще есть. Это махровые простыни на резинках. Так. Здесь покрывало на кровать. Так. В коробках покрывало на кровать. И идем дальше. Ну, бесцен, конечно. Не очень интересно. Ну, да ладно. Переживем. И муслиновое покрывало на кровать. Ну, вот и все. Спасибо вам большое. Хороших выходных вам. Хорошо. Ждем понаденек с Валшиной доказать. Миша, ладно. Надеюсь. Все. Два вот и стенок, что у Валшиной заказать. Надеюсь. А вы мне на WhatsApp фиш карго скинете в понедельник? Ага. Все. Ну, все. Ага, все. Ждем. Ага. Ждем сообщения от Шурика. Да, да. Ну, все. Поскакала я домой. Сейчас утра курьеры приносят заказы моих клиенток. Я сейчас распаковываю. Нужно описаться, кому что доставили. Тут Масима Дути платье. Думаю, надо вам показать обязательно. Посмотрите, какое красивое платье. Гофре. Фасон очень красивый. Подклад. Вот аж посюда. Ну, прям все супер. Фасон шикарнейший. Абсолютно длинное платье. И знаете, этот подклад, он очень нежный. Прям такой приятный. Я думаю, к телу будет очень приятная ткань. Подклад тоже длинный. Прелесть. Сейчас посмотрела, сколько моя клиентка оплатила за это платье. 6 553 рубля. С учетом 10% комиссии. Масима Дути. Так, мне надо фото ей отправить и сообщить о том, что ее заказ получили. Из Арахом доставили банку. Декоративную банку. Очень красивая. Посмотрите. В разных размерах идет. Это, по-моему, средняя. Вроде есть еще больше, есть еще меньше. С крышечкой. Ну, как отправлять? Надо будет очень-очень серьезно завернуть. Да. Но в этой огромной коробке точно не примут. Нужно будет, наверное, пузырчатую пленку взять. Посмотрим. Всем доброе утро. Если сейчас утро. Я жду такси. Сейчас 8 час утра. Нужно ехать в отель и забрать пациентку. Сегодня я сопровождаю девочку на ринопластику. Заберу ее из отеля, отвезу ее в больницу. Мы сдадим там анализы. И пока мы будем ждать анализы, будем консультироваться с доктором. И за это время должны получить результаты. Если анализы хорошие, то ее сразу же ведут на операцию. То есть она вчера пролетела. Рандевую у нас на сегодня. На 31 июля. В общем, сегодня же ей сделают операцию, иншала. И иншала, все пройдет хорошо. И завтра уже выписка. А на 6-й либо 7-й день снятие гипса. Не знаю, буду ли я снимать в больнице. Потому что она приехала с папой. Я думаю, мне будет неудобно делать там съемки. Ну, в общем, вот. Так что, если что, вы можете тоже. Если вам нужна алина пластика, то знайте, что здесь есть. Один из лучших докторов в Стамбуле. Вот. И Маша, он делает успешные операции и очень красивые носики. Всем привет. Я сейчас нахожусь в Чинаджике. Это округ Стамбула. Такой маленький городок. Курортный городок. Здесь есть пляж. Я вам показывала. Пару лет назад я сюда приезжала. Гости меня приглашали. Мои подружки в Дурчанке. И в этот раз они меня тоже пригласили. В общем, я сопроводила девочку Нори на пластику. На следующий день приехала. Мы с ней выписались. Она выписалась. И я сразу же в тот же день приехала сюда, в Чинаджик. Они меня пригласили. И, в общем, который день подряд уже, третий день подряд, здесь каждый вечер концерты. Известные певцы. Вот сейчас тоже известный певец выступает. Мы зашли в кафе покушать мороженое. По поводу операции. Операция прошла успешно. Альфамдэла. Все хорошо. Девочка очень довольна. Приезжала она со своим отцом. Отец ее тоже очень доволен. Машала. Отец у нее такой молодец. Такой хороший человек. Я смотрю на них. Замечательная семья. Замечательный папа. Дай Аллах им счастья, чтобы семья всегда была сплоченной. Чтобы все у них было хорошо. Чтобы дети радовали своих родителей. Девочка очень красивая. Безумно красивая. Носик поправила. Стала вообще куколка. Вот. Теперь я отдыхаю в Чинарджике. Чинарджик просто. Такой уютный район. Тут так хорошо. Тут так спокойно. Я вам советую приехать в Чинарджик. Здесь есть пляжи. Есть закрытые пляжи для женщин. Есть открытые пляжи. Платные, бесплатные. И в общем, очень хорошее место для отдыха. Вот и отдыхаю. Сейчас вот мы в кафе находимся. И благо подруга моя живет здесь, прямо вот в центре. Здесь мы находимся на площади Чинарджик. Тут вот набережная. Видите, вот так вдоль идет набережная. Здесь их квартира. В общем, прелесть просто. Машала. Там идет концерт. Вчера я была на концерте и сегодня. Пойду попозже чуть-чуть. Всем доброе утро. Такой вот стол мне накрыли. Женщины, турчаночки. Такие они молодцы. Я сказала, что я люблю куриные потрашки. Она мне с утра куриные потрашки приготовила. Ну, все. Очень приятно. Сейчас будем завтракать. Кто завтракает, всем приятного аппетита. Тут настоящий турецкий кофе приготовили. Ура! Сейчас будем пить кофе. Ммм, какой аромат хороший. Вкусный. У нас тут уборка идет. Смотрите, какое у них ведро есть. Я тоже захотела такое ведро себе. Точно себе такое ведро куплю. А то я на карачках ползаю и полы мою. Смотрите, какая красота. Сейчас я вам покажу. Оп. Ой. Ой. Это не получается. Оказывается, вот эту штуку надо открывать. Открыла. Тряпку выжила. Выжила. Закрыла. Ой, слушайте. Милое тело. Красота. Сейчас мы будем мыть полы. О, посмотрите. Я, короче, рекламу делаю этой швабре. Конечно, не всегда ей нужно пользоваться, потому что плинтуса надо мыть. Быстро, когда нужно полы протереть. Хорошая тряпка. Эбет, эбет. Говорит, что хорошо тут продается такая вещь. За границу из Турции. Пойду сейчас мыть свою комнату. Сейчас я пол мою и думаю. Вот в наше время в чистоте дом держать, ну вообще несложно. То есть стыдно не держать дом в чистоте. Много времени. Есть посудомоечная машина, если нужно. Воду таскать с улицы не надо. С колодца приносить воду домой. Воды полно. Стиральная машина есть. Стирка времени не отнимает. Ну просто красота. Милое дело. Правда, я не привыкшая мыть шваброй пол. Как-то еще я не наловчилась. Ну, научусь. Сейчас все есть. Памперсы детям есть. За ними постоянно мыть, убирать не надо. Пеленки стирать не надо. Стиралка есть. Тут кухня у них очень большая. Кухня хорошая. Обычно тут какая у них планировка? Кухня вместе с гостиной. В этой квартире отдельная кухня у них идет. Я стесняюсь снимать. Прям подробный обзор делать квартиры. И что хорошо, у них прям рядом с морей квартира. Вышла и прям рядышком море. Набережная. Там же и плавать можно. Красота. Я сейчас нахожусь. на причале Чинарджик. Купила билет. Мы сегодня возвращаемся домой. В общем, это причал Чинарджик. Сюда отплывают паромы. Из района Аксарай. В районе Аксарай есть причал Яникапы. Называется. От Яникапы сюда плывут паромы. В Чинарджик плывут. И также плывут в Ялова. Вот смотрите. Такой вот небольшой округ. Или район. Но это не город. Он, по-моему, это как бы считается район. Но это не считается городом. Это район Стамбула. Ну, можно сказать, такой отдельный маленький городок, который привязан к Стамбулу. Это вот такая вот длинная, длинная набережная. Здесь городской пляж. Там дальше. Если туда дальше чуть-чуть проехаться или пройти с пешком, тоже можно до конца вдоль этой набережной. Там классники, пансионаты есть. Также есть закрытые пляжи. Есть закрытые пляжи для женщин. Также есть общие пляжи, клубные пляжи. Там крутая музыка играет, молодежь, в общем, тусит. Вот. Пансионаты очень милые. Такие компактные, уютные. Прям очень нравится, когда я прогуливалась, рассматривала эти пансионаты. Прям безумно понравились мне. Прям рядом с причалом это центр Чинарджик. Здесь каждый вечер сейчас проходят концерты. В честь какого-то юбилея известные певцы приезжают. Я третий вечер подряд смотрела концерты. А в той стороне район Ялова. Вон там вот Ялова. Здесь отсюда видны острова. Видите, принципы острова. А вон там вот Стамбул. Видно. Азиатская сторона Стамбула. В закрытых и открытых пляжах есть Пешаный берег, в общем. Очень много кафешек здесь. Очень атмосферно. Вечером суперклассно, многолюдно. Очень интересно здесь. Тут макет представлен. Видимо, строится комплекс жилой. Видите, какая красота. Комплекс называется Джанет Чинарджик. Райский Чинарджик. На этом мини-бусе мы ездили на пляж. Женский пляж, закрытый. Комп. Компляж называется. Так что прямо вот с района Аксарай вы можете добраться до Чинарджик в течение часа с причала Еникапы, который находится в районе Аксарай. На букинке можете снять здесь номер в отеле. Все условия здесь есть для купания, для загорания и все в этом роде. Для развлекания. Новое слово. Развлекание. Туристов здесь не так много. В основном местные жители. К сожалению, я снимать не могу пляж, потому что люди загорают. Это будет очень неприлично их снимать. Это вот жилые дома. Чем дальше идешь, тем красивее дома. Красивее, уютнее. Здесь вот вдоль этой набережной городской пляж. А там чуть дальше уже платные пляжи идут. Общие пляжи и также отдельно женские пляжи есть. Женский пляж называется Кумб пляж. В общем, если вы доберете сюда с района Аксарай, с района Еникапы, сойдете на причале Чинарджик, сядете в вот этот вот мини-бус, который я вам показала, там прямо написано Кумб пляж. И прямо до Кумб пляжа доедете. Можете поплавать и уже обратно вернуться вечером. Последний рейс вечером отплывает отсюда паром в 9.30 вечера. Ну, а лучше советую, конечно, на пару денечков приехать, снять здесь номер в каком-нибудь пансионате, остановиться, отдохнуть. Все, мы пришли. Через 15 минут мы уже отплываем. Там начинается концерт. Оказывается, Чинарджик не вдоль, не до конца до этого берега. Дальше уже идет район Эсенкёй, что ли. Вроде Эсенкёй она сказала. Я думала, это полностью Чинарджик. Оказывается, нет. Дальше идут еще два района. Продолжение следует...